Танки Первой мировой, неповоротливые и слабые танки Второй мировой, грозные, стремительные и непробиваемые танки и пусковые установки современные, сложные, будто космические корабли. Русские, немецкие, английские, чешские. Больше столетия развития тяжелой военной техники. И, конечно, истории и детские, и взрослые. Мы рассказываем здесь историю одной маленькой девочки, шестилетней, которая копила деньги на куклу, а в итоге, бросив призыв свой на всю страну, звали ее Ада Занегина, она купила, в кавычках, конечно, этот танк. Вот именно такой танк. И назвала его, но здесь не показано, конечно, на башне было написано «малютка». Так она предложила его назвать. Всего 19 женщин-танкистов воевало во время Великой Отечественной войны. Одна из них, вот Ольга Дмитриевна Сотникова, родом с Алтая, точнее, из Горно-Алтайска. Она была командиром вот такой вот громадины мощнейшего танка ИС-2. Организаторы, а их трое, любители истории и ученые, называют выставку «Маленькая кубинка» по аналогии со знаменитым танковым музеем. Вот только эта передвижная, она уже второй год путешествует по школам Барнаула. Модели сборные из готовых деталей, но выполнены максимально точно, разве что не стреляют. По правилам выставки брать в руки экспонаты нельзя, но организаторы понимают, это же дети. Удобно-то танковый шлем-то носить? Ну, он, конечно, чуть-чуть тяжелый, но нормально, удобно, в принципе. Педагоги школы говорят, выставка, размещенная в школьной библиотеке, среди школьников очень популярна. Мол, на обычных уроках детей история родной страны заинтересовать сложно, а тут сами тянутся к знаниям. Они меряли шлемы, приносились свои модели таких же танков. Кого-то это спад подвигло заняться моделированием, но чаще всего ребятки приходят, спрашивают у нас, вот у нас здесь вот раздел, энциклопедии о танках, о танкистах и просят к ней о Великой Отечественной войне. Формально выставка приурочена к 75-летию Великой Победы, но продолжится, скорее всего, пока не побывает во всех школах города, где ее захотят видеть. Мы спросили, не боятся ли организаторы, что кто-то прикарманит компактные модельки. Оказалось, за два года был всего один случай, и то мини-танк скоро вернули. Основная масса ребят относится к экспонатам с трепетом. Как-никак, это их история. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...